О том, что он будет удостоен еще одной награды, кроме медали МЧС, Никита Тарасов не догадывался. 12 января он вместе с бабушкой отправился в Екатеринбург по приглашению из областного дома правительства. Награждение детей до 16 лет за мужественные поступки ежегодно проходит в рамках всероссийского проекта «Дети-герои». Наверное, можно было бы без лишней помпы пригласить человека, пригласить его родственников, вручить ему награды. Но мы хотим, чтобы о подобных поступках, о подобном отношении молодого человека к жизни, чтобы об этом знало как можно больше людей. И суть проекта «Дети-герои» состоит именно в этом. Напомним, что в июле прошлого года девятиклассник кадетской школы номер 9 Никита Тарасов спас жизнь своему соседу-посаду Павлу Крылову, у которого во время купания в пруду случился сердечный приступ. Мальчик без колебаний нырнул в воду, когда стало понятно, что с дядей Пашей случилась беда. Только благодаря смелому поступку Никиты мужчина остался жив. Церемония награждения длилась 15 минут. Помимо медали по поручению губернатора Свердловской области, Никите подарили ноутбук. Здоровья и смелых поступков юноше пожелал участник церемонии «Герой России» Сергей Евланов, совершивший подвиг на таджикской границе в 1993 году. Никита признался, что все происходящее стало для него неожиданностью. Я не думал, что до этого дойдет. Я думал, просто вручат медаль вот эту за спасение и все. Но я до этого не думал, что дойдет до этого. С будущей профессией Никита еще не определился, но сказал журналистам, что уже думал о том, чтобы стать спасателем.